Ко мне обращаются люди, спрашивают, как быть, советуются, вот каждый день меняется ситуация в нашей стране, ухудшается, не в лучшую сторону изменяется, да, значит, по поводу, значит, гражданской, так сказать, позиции, по поводу духовной своей позиции, то, что с нами творят в храмах, забирают, значит, ярких людей, исповедников, проповедников, Игумена, Игумена Сергия Романова вчера забрали, тоже по надуманной статье, вот, за веру царя Отечества это был призыв, так, потом, родина мать зовет, значит, тоже, и он сказал, что не пожалеем живота своего за веру православную, за землю русскую, за народ российский, и это инкриминирует ему, ну, абсурд, но с этим никто ничего сделать не сможет, Потому что построена такая вертикаль, что нашими же руками нас и убивают, нас их и гнобят, руками людей, которые согласились быть иудами на своей земле, ну, это отработанный вариант, колесо изобретать не нужно, все те же семь смертных грехов, как говорится, выбирай любой Поэтому мы с вами констатируем факт и думаем, кто виноват, нам известно, а что делать, думаем об этом Значит, я вас призываю спокойно с пониманием относиться, я не говорю, что надо, сложа руки, пожалуйста, пишите петиции, пишите свои мысли в думу, там, еще куда-то, если вам это считается, что людям это поможет, пожалуйста, это на здоровье Но мы православные христиане, наша сила в молитве, наша сила в таинствах, которые делают, совершают люди, священники, стоящие в истине и так далее Это вы тоже все это прекрасно знаете Я вспоминаю своего духовного отца, протерей Василия Ермакова, когда его в очередной раз, значит, выкинули на понижение, подальше от центра, подальше от людей Сначала он был в Никольском морском соборе 20 лет, потом Кулича и Пасхи несколько лет И потом, это край города, Серафимовское кладбище, деревянный небольшой храм преподобного Серафима Саровского И там был Осипов, предатель, значит, который был, растрига, священник протерей Который туда свозили, значит, отправляли непокорных, имеющих свое мнение священников И там они, он их доводил до кондиции или до, значит, инсульта, инфаркта Таких случаев было много, отец Василий мне об этом рассказывал, я у него жил, когда приезжал в Питер Я и моя семья Мама, Тамара, ее нет с нами, Никита, сын и Елена, супруга Значит, и когда он туда пришел, и инспектор по делам религии спросил, ну че ты, значит, что тебе надо там Отец Василий сказал, мне ничего не надо, мне нужно свечи, ладан, по-моему, и все Или что там, или когор, но не суть, не суть важно Вот, то есть сказал, самое вот то, что ему нужно, больше ничего И я вам это говорю от Партерея Василия Ермакова, понимаете, дорогие мои И от себя, ну от себя, вот, вот, батя мой Это вот моя мамочка, Тамара Значит, это фотографии отца Вот, и здесь его даже подпись, вот он, ну мне много чего там подарил и подписал, но вот Я ее в рамку не одеваю, иногда вот так, для укрепления Вот, поэтому, что мы с вами имеем в сухом остатке В сухом остатке мы имеем, что нас мало Нас очень мало, это раз Второе, то, что мы посчитаны Этими людьми, которые все дело творят Которые решили, что они как боги Это дубль Деницы Дубль 2 Вот, они тоже Сейчас, тем более, это вообще очень просто Кто пользуется смартфоном, это и геолокация И вся его переписка И ватсап, и твиттер И шмиттер Все, полностью открыт Но, с другой стороны, мы с вами Тайна Мадридского двора Не владеем тайнами Вот, интереса большого для, значит Колониальной администрации не имеем Вот, наша цель, с кем мы боремся, это Грехи, это Наши желания, мы хотим, чтобы быть Наша душа была с богом Во время земной жизни И по его милости Если нам Мы хорошо поработаем Во время этой земной жизни И Господь будет нам милостив То она, чтобы попала в рай Другого нам ничего не надо Поэтому, дорогие мои Я с целью моего обращения к вам Это, чтобы вы не замыливали Глаз, не замыливали душу Не замыливали голову Страхами Страхованиями Опасениями Пуганиями Не нужно Помните, что Вспоминайте слова отца Василия И, кстати, вот Он умер В 80 лет Вот я вам Акцентирую ваше внимание 3 февраля Вот Он умер в своей постели Так сказать Ну, он умер в больнице, не суть Окруженный Любящими чадами И так далее И тому подобное К чему я это говорю Еще у меня Схи Иродиакон Антоний Семенов Он сейчас покоится На В Екатерино Монастыре Святой Великомуча Екатерины В городе Видное Московская область Значит, там он находится А я дружил И все считали, что это моя родственница Монахини Павла Тоже в этом монастыре Мое было становление И Я много времени с ней провел И в Жуковском был в квартире И И так далее Она мне много рассказывала Про отченьку Фильм Отченька Наберите в Яндексе Вот И Его убивали 3 раза Ослепляли На электрический стул Тут сюда стали электроды Почему он ослеп Значит И он сам рассказывает Он слепой, но Говорить он может Язык ему не отрезали Вот Он рассказывает И как ходил на Арарат Ковчегу С другим Там каким-то Монахом Сафона И так далее Очень много интересного Но Смысл в чем? В том, что Убивали Его значит И на коне Тоже Значит Привязывали Коню И Так сказать Конь там Два часа Бегал Вот И Он был еще Алексеем И Иродиаконом Алексеем До пострига Вот И значит Стрепляли И стреляли Вот Эти вот ребята Которые продались О которых мы с вами Начинали Говорить Да Наши соотечественнички Которые с палками Пришли В этот Монастырь Среднеуральский Женский монастырь Били Этих Женщин Так сказать Девушек И Паломников Палками Зачем-то Вот Эти же ребята Вот Привязывали Значит Схеродиакон Антония Семенова Напишите Схеродиакон Антоний Семенов Очень много Интересного Вот И Отченька Привязывали Это И Стреляли Пули Огибали Его И Значит Электрический Стул Вот И А он Умер В возрасте 82 лет В Жуковском В двухкомнатной Хрущевке Окруженной Любовью Теплом Сытостью Это их мнение Мало Ты нам Ты нам Ты нам нужен Береги Покупайте Покупайте Свечи Масло Ладан Книжки Можно с картинками Можно без Покупайте Тушенку Купите Автоклав Делайте Тушенку Из разных Ингредиентов Из курицы Из говядины Из свинины Чтоб у вас было Можно туда Добавлять Кашу Погуглите Можно добавлять Разные Ингредиенты Если есть возможность Можно купить Облачение Священническое Антиминс Можно сделать На Принтере Цветном Осветит Непоминающий Священник Канонично Неканонично Сейчас Все уже Несколько иначе Епископа Может быть Найдете На покое Что вряд ли Но возможно Может Несколько Стоящих в истине Верующих Священников Осветить Кого поминать Православное Епископство Господь Ведает Какое Вот Мало ли Значит Ну конечно Желательно Чтоб рукоположил Вас Епископ Если не Епископ Значит Несколько Стоящих в истине Священников Вас Рукоположат В Диакона И на Следующий день В Иерее Чтоб были Книжки Чтоб вас Натаскали И так далее Самое главное Это честность Самое главное Это не ради Ради Иисуса А не хлеба Куса Вот Вот Ради чего Об этом тоже Отец Василий Много говорил И когда Он говорил Чтоб много пришло Чтобы Руку целовали Чтобы Руку целовали Деньги давали Много Случайных людей В церкви Но это Другая история Поэтому Будем жить Вот Мы нужны Друг другу Я вас Не бросаю Вот Пока Интернет Есть Я общаюсь Это мой Новый канал Пятый Уже Лопатин Евгений Мытищ Лопатин Евгений Никодент Получил Там Два Предупреждения Третье Предупреждение Его снова Его стирают Но Я не ловлю Ни подписчиков Ни просмотров Мне это Мне это Просто Мне это нужно Но монетизации Мне никакой нет Господь ведает Кому нужно Кому нужно Там он подсунет Мой ролик В соцсетях Я не переживаю Мое дело Прокукарекать А там Хоть не расцветай Так говорят На Руси И Главное Это дух Понимаете Друзья мои Главное Это Дух Это настрой Потому что Весь упор Эти артисты Сатанисты Делают Именно на то Чтобы Человека Сломить Научить По другому Искусить Совратить Для того Чтобы Человек Стал себя Ощущать Иначе Понимаете Тогда Он И позволит С собой К себе Относиться Как Правильно Иначе Поэтому Клаус Шваб Придумал Что Люди Должны Себя Чувствовать Животными Недолюдьми Ну Эти основные Шесть Миллиардов Которые Выживут Тогда Будет Проще И требовать Их можно Бить Их можно Наказывать Почему А потому что Один раз Сломав Помните Об этом Поэтому Да И последнее По поводу Общинок Тоже Мне Спрашивают И в Ватсапе Стойте Где Стоите Если Вы На Земле Если Вы В Деревне Не В Городе Стойте Где Стоите Вот Не Увлекайтесь Общинками Талантливых Людей Я имею Ввиду Лидеров Попов Практически Нет Ну Человек 50 На Всю Россию Я Боюсь Что Мы Сами Не Попадем К Ним И То Там Человек 20 Молчащие Которые Боятся Только Ради Себя Только Ради Себя Они У них Есть Облачение Антиминцы И так Далее Это Больше Половины Остальные Мы К ним Не Попадем Вот А Если Они Другие То Это Будет Опять Секта Вы Не Сможете Сказать Нет А Куда Даже Если Вы Могли Сказать Нет Куда Вы Поедете Уже Понимаете Да Вы Не Сможете Сказать Нет Потому Что у вас нет Духовного Опять же Настроя Опыта Навыка Вот я могу Сказать Нет Любому Архиерею Священнику Почему А меня воспитал Отец Василий Я знаю Как можно И как надо И как должно быть Понимаете А вам Скажет Этот ваш Гуру Что Отдай мне Сертификат На жилье Отдай мне Подпиши доверенность И так далее Или там Деньги Сколько Вы придете К Допустим К мужу И скажете Ваня Вот Отец Гури Сказал Чтоб я Отдала Сертификат Отдала Значит Это деньги У него Будет храниться Как быть И вы Отдадите Понимаете Как Поэтому Лучше Если Есть у вас Возможность Уехать Уезжайте Открою Вам маленький Секрет У нас Семен Власов Я тоже Никогда Не видел Из Вологды Резчик По дереву Плотник Он на рынке Продает Свои Изделия 300 Рубля 500 Доски Для разделки Резка Хлеба Поварешки Ложки Игрушки Из дерева Ролики Есть На канале Напишите Семен Власов Вологда Есть Его телефон Так вот Я с ним Связался И спросил Семен Я разместил Месяц назад Ролик Что ты можешь Помочь Советам Ну там Игрушки Может продашь За 500 рублей Какую нибудь Игрушку Деревянную По поводу Совета Про Вологду Полно домов Ты знаешь Муниципальные Эти Образования Поселения Где сидит Управа Где Какое Село Большое Маленькое Хутор Я спросил Тебе кто нибудь Позвонил Вы знаете Ответ Вот так Надо Вот так Надо И там Дачи Не знаю От 50 тысяч Рублей Вот От 10 тысяч Вот я был В Вологде У своего Брата У него Жена Оттуда Дом оценили Там Двухэтажный Или трехэтажный Из бруса 10 тысяч Рублей Ну говорят Будешь продавать За 10 тысяч Они говорят Ты что Обалдели Они иногда Приезжают Вот Поэтому К чему это Идет речь Все возможно Понимаете Было бы желание Была бы воля Был бы настрой Все возможно Господь Все дает Что необходимо Поэтому Значит Я Заканчиваю Наше общение А тоже 16 минут Посылайте Мне Не нужно Лайки Мне Ничего Не надо Это все Чисто Информационный Проект Для вас Кому Нужно Посылайте Потому что Самое Главное Что передает Этот ролик Это Разумное Отношение К твоему Положению В сегодняшнем Дне Без Так сказать Лишних Движений Без Меширования Без Дрожи В коленках Потому что Мы Не одни Господь Посреди Нас Будем Жить До встречи Ваш Евгений Лопатин Субтитры Субтитры